Меня зовут Роман, я из Дуганска, Украина. У меня мячик несколько другой стороны. Скажите, у вас есть вот своя какая-нибудь, ну скажем так, схема или стратегия построения работы над роли? Вот получаете роль и начинайте какое-то начало своё и дальше как-то нанесёт. Либо изначально как-то неизвестно, а потом как-то выстраивает свою роль. Есть ли какие-то особенности ваши? Понял. А скажите мне, пожалуйста, мне хочется вот у вас узнать. Вы имеете опыт. Ну, небольшой опыт работы над роли. Какой у вас опыт? Вот скажите. Вас вызывает или всё? Ну как вы поступаете? Скажите. Ну и сильно. Ну и всё же почти одинаково. Ну и сейчас. Так, хорошо. Предположим, медиум. Нормально. Средний. Ни плохой, ни хороший. Предположим, да? Это уже хорошо. Дальше. Как ваша тема соприкасается с этой пьесой, с режиссурой? Как вы приступаете? Как вы нащупываете его, себя, текст? Я хочу всё-таки выпадать из вас. Я пока не получаю этого ответа. Вы как мучаетесь? Вам дают роль. Вы что делаете? Вы сразу мучите текст? Нет. Нужно понять, что режиссёр тебя хочет. Нет, значит, текст только понять. Режиссёр хочет то-то, то-то. И что вы делаете? Мы носим это в себе. Мы носим это в себе. Обрастает потом внутри. Чем-то или не обрастает. Вынашиваете что? Так, по-моему, по-моему, каждому способу вынашиваете. Ну, почти одинаково всё. Тут нет ничего особенного, как бы сказать. Нет сверхъестественного. Ну, правильно сказал. Точный глагол «вынашив» – беременный. Постепенно рожает что-то, может, и несчастье быть. Может, уродливый ребёночек. Если не тот режиссёр. То есть ты не так работал. Правильно? Сейчас я почему спрашиваю? Потому что сейчас режиссура немножко другая. Вы знаете? Сейчас режиссура… Я не хочу ругать её, но я просто знаю. Режиссура за редким исключением. Я могу вот назвать вот… Хватит на моей… На одной руке хватит пальцем. Чтобы назвать, кто работает над текстом, над ролью. И знаешь, коррежиссёр. Назвать? Да. Додин. Шапира. Гинкас. Я так… Я, может быть, сейчас что-нибудь пропущу. Ну, не из наших… Я мог бы назвать слово. Женовач. Сейчас, видите, как всё труднее и труднее машина идёт. И… Самое сложное, роды мои… Я не знаю, говорили ли вам или нет. Поэтому я так не… Сейчас не киваю, но режиссура. Слав… Самое сложное – это расшифровать текст. Самое сложное. Вы берёте текст роли. Я всегда говорил своим студентам, что 90% у вас будут плохие или средние решения. Гениев, вы знаете, героев единиц. Я об этом потом тоже скажу. В основном это обыкновенный, средний, крепкий режиссёр. Назовём так. Ваше дело… В руках вы имеете свой текст. Ваше дело… С этим текстом обойтись так, чтобы вам не помешал… А, в лучшем случае. Помог бы режиссёр. Самое сложное – расшифровывать текст. Самое сложное – найти мотивировку поведения своего героя, персонажа. Мотивировку. Когда писатель пишет, автор пишет, он подразумевает то-то. Х предполагал, да? Он подразумевает такты. Вы должны или дойти до этого, или придумать что-то такое, что соответствует тому, что он подразумевал. Мотивировка, обстоятельства, вам должны были говорить такие вещи – обстоятельства. Есть такое выражение – держи обстоятельства. Это, пожалуй, одна из, как бы сказать, кровеносных систем нашей работы над текстом. Мотивировка, обстоятельства, дальше идёт сопутствующие действия. Ну, понимаете, да? Интонацию точную найти этому действию, если вы нашли, и так далее. Но вот мотивировка, как расшифровывать текст? Я глубоко убеждён, что сейчас почти никто этим не занимается. Режиссёру некогда. Как один сказал, режиссёр, не будем называть фамилией, он работает на лице. Хорошая труба у него была, очень хорошая. Он работает, работает, там, говорит. И муж задает вопрос. Одна актриса задала вопрос. Другая актриса задала вопрос. А вы знаете, задавать вопросы можно на протяжении всего эллипционного периода. Даже премьера. Ты можешь уточнять и задавать вопросы. И вдруг он не выдержал это где-то на втором месяце работы. На втором месяце работы он сказал, слушайте, если вы будете задавать вопросы, мы так никогда не выпишем спектакль. Понимаете? Это наша задача, ваша задача, моя задача, как актёра. Как можно больше забросать себя и режиссёра вопросов. Как можно больше. Ставьте себя в тупик. Мотивируя, почему так? Почему так? А как могло бы быть, если бы не так? А что было бы, если бы этого не произошло? Каков характер? И так далее и тому подобное. Забросать вопросы, поставить вопросы. Не обязательно на них отвечать. Вам говорили уже тоже об этом. Не обязательно на них полностью отвечать. Потому что у нас есть ещё в наших возможностях, актёрских возможностях, ресурсах. Это интуиция. Это свыше наитие. Это то, что называется обстоятельства, которые вдруг, если они точно сыграны, вдруг выявляют совсем другую вообще интонацию. Сцены, подтекст сцены. Но я сейчас убеждён, что почти никто не работает над текстом. Это самое сложное.